Утро. Попытка номер два. Возвращаемся в госпиталь. Ли сегодня будет сейчас, скорее всего, народживать, а может быть и нет. Сейчас посмотрим, что доктор скажет. Но время классное. Десять утра. Но если сейчас получится все оформить, то будет вообще шикардос. 30 сентября. На улице за бортом 18 градусов. Почти жара. И не устроить. Балеха в дыму. Кто же так там палит? На пожар, походу. Хорошо. О, вот это трак, вот это фура. Красавчик. Так, приехали в горы. А тут, я думаю... Нет, я вылезу. В смысле? А, там можно подъехать, окей. Подъехали к монастырю, сейчас полетаем. На троне здесь, на горе такой, стоит здоровый монастырь, красиво. Вон, сейчас запущу дрон. Вот такой вот красавчик у меня чистый. Смотрите, прокатились по лужам. Дорог здесь нету. Одни, короче, направления. Ну, не везде, конечно, я это привилечу. Такая вот красота. Икс уже наездил, ребята, 10 тысяч миль. Уже 10 тысяч миль мы накатали на этой машинке. А у нас тоже погодка прекрасная. Светит солнышко. Пять часов вечера. Нет, а я снимаю для... Вот. Запалили мангал, сейчас будем праздновать вторник. Красота. В Украине что ни день, то праздник, короче. Спокойно, тихо, как в Багдаде. Преодоление трассы. В Ивано-Франковской области вот такая вот трасса. Город Балехов. Здесь, короче, как будто после войны еще ничего не делали. Фуры идут, бедные, шатаются слева-направо. Мы ползем 10 км в час. Здесь только зайдем во Львовскую область, в Ивано-Франковскую, и сразу дорожка станет гораздо лучше. Так вот почему-то в Украине разделяются областям по качеству дорог и жизни. Мы решили отвезти одному человеку здесь дрова в Украине. Сейчас вам покажу, каким способом мы это сделаем. На машине как-то, в принципе, можно, но неинтересно. Слишком быстро там и все дела. А вот наш транспорт. Вот наш транспорт, которым мы будем сейчас везти. Этот, как его? Дровишки. Как вам такая красивая кобыла? С этим, с повозкой. Вот такие вот здесь фуры. Икс решил дрова не брать. Она такая вот красавица. Сейчас пару километров протянет дровишки. Дровишки. Я такого, конечно, давно не видел. О, железка, железка. Дву-дву-дву-дву. Готово! Красавец! Миша, надо немножко... Да-да-да, сейчас, секунду. Не, ничего, я нельзя и вниз, мол, окна-ауто. Так, твоя Винни... Виннимии до приехали! Вам не треба секунд, так у тебя здесь что-то положить. Не, Виннимии до приехать, я буду не вниз. Вон такое вот животное. До сих пор используется, как фура. Одна лошадиная сила, ребят. Что, загрузим? Смотрите, какие инструменты он здесь пока оставил, пока дрова повез. Плуг. Часть одна, часть вторая. Как в старину, реально. Люди до сих пор пользуют это дело. Вот такой плуг. Пахать землю, лошадь тянет и по чуть-чуть вспахивает. Классно? Так, наши дровишки, короче, потихоньку теряют, 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 короче, бро. А, ладно. Все, дрова разгрузили. Ничего себе, сам сдает назад. Красавчик. Даже в забор не ударил, представьте, без хозяина. Вот это красава, видите, какая повозка. Вот это фура. Водитель фуры. Все, цыган. Спасибо. Дякую. А то он поехал. А вот так вот фуры заезжают здесь, в Украине. Тут машины разъехаться не могут. Вот такой ман. Д-20 с капустой. Капусточку привез, красава. Утром на базар. Да, завтра будет стоять с поднятыми тентами, продавать уже. На субботу на базар. Ну. Сейчас капуста как раз. Капуста, лук идут хорошо. Ну что, Балехов потихонечку уже, как говорится, ремонтируется. Все кроме федеральных дорог. Улицы Бар делает, вот она мэрия местная. В центре еще ничего. Ну, дальше капец. Ты понял, что это песня играет? Юлий Айлиш? Да. А, да. Вот такая вот тут движуха в Трусковце. А мы гуляем. Бэйби спит. Вторая бэйби не спит. 22 градуса на улице. Один белый, короче, сидит. Все остальные серые. Принцесса и охранники. Она лево. О! У нас тут на селе народ тусуется. О! Вот эту улицу закатали. Видишь? Ну, короче, тут асфальт начинает появляться потихонечку в Украине. Ха-ха-ха. Едем, смотрим, как достопримечательность. А чем будет круто? Да, да. Все тут-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Недавно зачистил фары на Эксе. Такая полировка у нас стоит долларов, наверное, 100. А здесь за двадцатку сделал. Желтые фарки были. Короче, гоняет мой драндулет нормально. За десятку. Еще живой по украинским дорогам. Правда грязно постоянно Вот в такой пылище Это центр города Моршина Здесь короче Как бы считается курортный городочек Есть такая даже вода моршинская Минеральная Каждый день Движ Париж Куча пенсионеров Отдыхают, лечатся водичкой Вот здесь набирают воду Сегодня у нас благодать Погодка шепчет Плюс 5 градусов тепла Ночью правда даже мороз был Вон еще лед не растаял чуть-чуть Но солнце греет еще Шикарно вообще просто шикардов Вот такая тут братва гуляет На деревне Гусята Гучи Чьи-то домашние Травку щипают Субтитры сделал DimaTorzok 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 Малыша собрали, едем на сырную ферму, на экскурсию. Зай, куда мы едем, скажи. Мука. Миша, подай, дай. Бедная Неся. Собрали малыша, его новый крутой комбинезончик вот такой вот, и он в нем сразу выключился. Поедем сейчас гулять немножко. Вот такая вот ферма сырная. Сколько много козочек, потом с ней берут молочко и делают сыр. Это сырная фабрика Муко. Такие рогау. С трудом, а вы вытягиваете сами. Кто больше такой молодецкой козочкой? Я пойду там? Нет. Она застряла. Застряла? Да. Она або сама собі даст ради, або мы покличем зараз кого-то, або их помогти. Ну, мы бездозу загорошку не можем дати. Не, она нос туда и она вытянет. Або на мордочку притягнула на здесь, або это. Мы линяем такими кусочками, а затем ее застрягаем. Так само обрезают ники, копейки. Застригают тим, потому что, если они урастутся, они не будут точно ходить. Они будут дать себе. Такие рога большие все просто. Красачки. Так, мордочки. Что-то треба тримати, бо вони можуть напором выскочити. Угу. Не, она нос просунуть туда. А, не, нормально. А, Алира как? О, все. Ей, ей, ей. Давай, давай, давай. Все. И мы звільнены. У нас все. Пару секунд и все. Повертаем. Супер. Доилка сама автоматическая. Ничего себе. Корм. Угу. Угу. Ну да, тут столько рабочих нужно, если не автоматически. Угу. Да, да. Верития. Угу. Вау. Угу. 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 Классно. Угу. 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 А они автоматически уже послушны? все молочко по трубам идёт уже да 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 вот эта система конечно а сколько раз на данный супер а тут уже варятся сиры и мы не кипер мию форму у нас есть сыроварки по пьетону который зарывается молоко нагревается до определенной температуры а вдруг творилось сирное зерно то есть это сирное зерно выбираются вот такие формы круглые это такие как будут из них двух килограммовые головы круглые а как вот эти здоровые да 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 а еще и выключается что 12 килограмм 13 килограмм формы и куда они набираются ставятся под пресс вот уже готовый сыр здесь такая красота с черным перцем сейчас купим на дегустацию дегустация гирсковые пряные травы классический экипаж а тут голода козе вот такой вот зоопарк на ферме муку здесь коза и тут же маленькая косуля недавно ее кто-то подобрал с этой фермы где-то на дороге вроде как она выбежала или сбили ее в общем такая уже гуляет вместе с козочками здесь такое животное там овечки где-то еще были внутри спрятались я тоже ходил потом понял что бахила тебе понравилась экскурсия сыра наелись доволь я зашли посмотреть на оздоровительный комплекс святой шарбель город моршин только только построился еще даже не открыто скоро открывается но через месяц уже полный запуск джакузи джакузи большой бассейн джакузи прям с лежаками подушечки можете там отдыхать спать также это отель номера стоят в районе 100-120 евро за ночь включается обед ужин трехразовое питание вот красота маленький бассейн а это маленький бассейн да? он имеет 3х6 он меньше он имеет 20х6 ну да еще уличный он меньше он уже теплесенький 36 градусов и зону подпочинку также будет бассейн класс это баня наверное а водичка или что это такое? у него в нынешней джаке он идет под карпатскую лазню потому что карпатская лазня не поливается камень вы строите себе кульку злюту ставите ее вон повильно топится масло вы здорово вы себя поздиваете вот это класс будет посевать карпатскую лазню вы видите вот это да 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 вообще красотища камешки камешки поливать не надо? в русский можно в русский можно а Душики красивые, разноцветные. Хамам, да-да-да. То в принципе сейчас уже можно пользоваться этим. Сейчас все работает. Ага. Супер. Все, идем? Класс. Это инфракрасная сила. У нее температура 35-45 градусов. Вот эта маленькая температура для смягчения мязов, для расслабления, для улучшения самопочувствия. То есть вы приседаетесь, работаете автоматическое инфра-червоне светло на ноги, на зону спины и на облече. То есть все эти четыре работают при... Все банки работают. Да, это в будущем будет на остромах. Будет свободная шкафа. У человека, который будет работать, свободный массаж. Будет тяжело работать. Будет насажение. Стил нагревается в нормальной температуре. Видает свое. О, ничего себе. Это хамам настоящий. Сюда ложись, я тебя массажу. Да, да, да. Класс. Как в Турции. Ну, ну. Супер, конечно. Тут же номера, пожалуйста. Отсюда видно все номера. Хочешь? Давай. Пойдем посмотрим. Ну, бассейн вообще. Класс. Угу. Угу. Так. О, красивый номерочек. О, с диванчиком. Тут как зал. Вау. Супер. А вот это спальня. Ну, спальня практически идентичная. отдельная ванна душ класс с балкончик сразу на этот на бассейн на маленький не очень классно собираем малыша вот в такую вот красивую штучку купили его казачок не только нет у меня все это штука сделано в финляндии очень теплая как спальный мешок для взрослых только для детей классе дизайн как в этом коконе ты молодец спокойненький такой сердце на ты готов едем хорошую погоду на зарядку солнца солнышко еще светит пять минут так что выезжаю думали конечно выехать пораньше но не получилось вот так вот красиво на улице не уся привет ты с нами едешь долину едешь на меня все на спринт готов а спринти готов да любимая игрушка твоя пойдем пойдем машинку как машина грязная надо помыть ее помыть надо машинку немножко неправильно аккуратно надо креслом есть кресло машина никак его не установлю кресло это как ты там сына нормально к удивлению моя старая башка хорошо бегает и проблем слава богу не доставляет хорошая все-таки машина боевая ребят и по украине уже проехала и по америке приехала и по европе проехала и не ломается хорошая турбин нет ничего нету все атмосферно нечему принципе ломаться так косметически смотрится там царапинка там дэнтик но ничего серьезного фар почистил недавно были желтые такие пацаны во львове не их наполировали вообще смотрится классно правда сейчас грязный но беленькая все они решили немножко поснимать на sony нанеса ты будешь звездой красивая кошка чисто чистая красавица че ты меня снимаешь когда ты сначала боишься потом понимаешь и свои да сегодня по кода благодать плюс наверно 15 точно такая теплы не 20 ноября почти 19 что ли любимая уже собралась наконец таки целый день ее дали но дождались ты забрал один был все больше ничего не было едем идем гулять ну да рассказывай все малый уже спит фу как тут воняет этим дизелем дали чем так это долина небольшой городок в курортных местах при карпатте это поликлиника где работает это либо лидия до лидия вот она лидия вот такая красивая в пальто с волнистыми развивающимися волосами я тоже красиво но мама красивее у тебя похоже но и смотри какие классные так что такие два цветные цвет больницы как новая молодец что что шоку петлю и солнце ты знаешь баба не любит ты стала скоплана ты глазами плюнула мама ты бацилла сына ты сюрреся опять разбудили меня шок купит мама все что я хочу не волнуйся все прям все а можно я закажу что-нибудь как будто тебе а мама мне купит можно да но класс а погодка нас еще радует и в этом месяце ноябре гуляем по долине с малышом свежий воздух теплый воздух самоглавный такая худесенька малесенька вот такой подъем вроде бы есть да но с препятствием такого детский садик долине красивые разукрашены детская площадочка все облагорожено вот такой вот красивый детский садик вот это дети конечно здесь счастливые как-никак но сделаны класс кустики все дела старенькая горка конечно но покрашена нормально вот эта школа уже немножко по-другому смотрится но тоже чисто и классно хотя граффити виднеется на стенах четвертая школа город долина долина чудная долина там школа насколько тут школ много ничего себе не маленький городок что ты хотела сказать о море что ты хотела сказать о море цибуля я думал цибуля карапуз опять заснул дороги здесь хорошие дырок минимально где-то как у вас чувствится но для пешеходов немерено место для гулять широкие тротуары это не сильно везде ровные но сейчас все возобновляют делают везде брушаточку но здесь еще тревог асфальт там дальше уже брусчатка справа ровненький асфальт правда с коляской гулять так себе например вот такие есть здесь заезды на которые сложно забраться вроде какие-то камни есть да вот уже не заедешь а тут заезжай за вот так мы идем я иду впереди как сусанин пробиваю пути где можно заехать я грусты тут конечно классно да но заехать с коляской нереально вот брусчатка уже хорошая красивая принципе брусчатка нужно ходить приятно и глазу и ровно под ногами никаких ям отреставрированная хрущевка или что такое четверых этажка ну ничего так нормально смотрится тут в основном частный сектор конечно но есть и многоэтажки вот дворик красивый чистый дворик туйки растут балконы много реставрированных здания цветочный магазинчик тут цветы как в таиланде очень популярно нормальная машина у людей уже много иномарок даже об сказал бы большинство иномарок как ты думаешь но больше иномарок или больше советских новое здание строится многоэтажный вообще супер уже как германии где-то или не знаю в общем контрасты тут есть и совдеп и есть и такая вот новая постройка даже уже заселена дом вот такая вот долына идем к стоматологу недавно снял рентген зубы хочу сделать если получится времени нет ну попробуем вот что то доктор проверит рентген вот такая вот красота здесь насчет зданий и магазина все и детский магазин есть и рукавичка рукавичка это сеть магазинов продуктовых и конст товара там разная так что норм продолжаем прогулку какая красота надо такой переправить штата возит шикарное качество бездорожье вот еще одна четырехэтажка смотрите очень прекрасно когда хотят умеют делать окна правда наоборот у меня текла старая деревянная но так принципе смотрится очень круто везде брусчатка брусчатка никого бетона потресканного асфальта делается так надолго да пойдем сюда ну что может тупики смы как мне нравится то брусчатка это просто красота никакого бетона асфальта вот это там подровнять принципе можно все с камнем вот такие вот автомобили элитные стоят здесь даже кирпичное здание почистили все сделали и так смотрится хорошо да ну я же говорю да даже нижний этаж видите серое утеплили видно прохладненькое здание качели стоят помню помню детство в украине катались на таких качелях везде бутики магазины вот такие это уже не секонд-хэнд все никто уже давно ничего не покупать здесь секонд-хэнд ну как большинство людей все новое берут все есть но цены конечно подороже чем штатах или в европе например да но не везде есть и дешевле на главную дорогу но не главное одна из больших улиц авеню так называемых по нашим и тоже брусчаточку тоже все нормально но опять же контрасты идем по брусчаточки все хорошо и тут опираются такую непонятную какую-то уличу которой ямы 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 и ямы и тут же опять все нормально вот так вот это украина страна контрастов а вот еще один детский садик от нефтяной компании да как вы говорите ну не красота очень красиво смотрите какие ворота вход какой классный он даже зайти можно очень классно сделано для детей как здание покрашено это вообще шедевр опять же так не везде не забываем украина это страна контрастов магазины сотовой связи и турагентство кстати перехода цивили американские машины стоят кадиллаки что в еве что это человек вот видите а вот это уже совдеп шифер на балконах вот это уже совсем совсем другое место первый этаж вывели сделали но старые панели остались а дальше уже только одна стена взяли кофе елочка хотя вообще такой большой смотри large у меня маленький в центре города это центр долины он сердечко я люблю долину здание культуры местный горсовет супермол торговый комплекс прямо по курсу так что вот такой вот городок ну как видно старые здания которые еще не успели пройти процесс реставрация как в италии античная архитектура думать оттуда бетонная катаплита свалится то будет не очень не очень хорошо идем в сторону торгового центра торговый центр называется ковшик а вот легендарная audi a100 эхо 90-х где здесь можно а как вам парковаться туда будет скажешь как тут сумма это украина свободная страна главная площадь долина михайло грушевский какой-то писатель похоже кромка местный горсовет В этой кафешке брали капучино и кофе, очень вкусно. Крема кафе. Здесь таких в долине очень-очень много. Разнообразных. Дай у нас какая-то кафешка купила панценту в этой каленте. Двое буду стоять. На стрессу буду. Субтитры сделал DimaTorzok